Жители африканского континента в колоритных декорациях якутского национального быта. И это не съемки фильма. Мирный впервые посетила представительная делегация ведущих геологов Анголы. Представители этой профессии, некоторые из которых учились в России, с радостью прибыли в Мекку мировой алмазодобычи, чтобы своими глазами увидеть то, что они изучали только по учебникам. Любой геолог в мире, связанный с алмазами, мечтает попасть в мирный, потому что в одном месте можно увидеть все известнейшие месторождения, познакомиться с полным циклом добычи и обогащения кимберлитов, изучить теорию в научных институтах и тут же испытать ее на практике. Увидеть, как Алроса заботится о людях и о социальной сфере на подведомственных ей территориях. Геологи Анголы прибыли с конкретной целью – осмотреть производственную базу Алроса, посетить научные и образовательные учреждения Мирного, чтобы увидеть их уровень. Ангольцы ищут партнеров для создания лабораторного комплекса в их стране, который позволит улучшить поиск алмазов. К тому же им надо где-то учить будущих ученых и геологов, и, как оказалось, Мирный идеально для этого подходит. Мы все видели уже и очень довольны. Мы собираемся послать сюда наши студенты, нас, учеников, и на практику, потому что здесь очень интересно, да, и лекция, и практика на место. Поэтому мы собираемся вот это делать. После знакомства с Мирненской производственной площадкой геологи Алроса встретились со своими коллегами из Анголы в Вилюйской геологоразведочной экспедиции. Там стороны предметно обсудили свои интересы и предварительные аспекты будущего сотрудничества, которое должно быть выгодным для всех. Алроса уже имеет в этой стране ряд крупных проектов, которые в будущем могут принести огромные прибыли. А этот визит может помочь закрепить успехи компании в конкретных документах и постановлениях правительства Анголы. Мы не скрывали, что Ангола для нас является одной из, наверное, таких площадок с точки зрения расширения направлений поисковых работ, с точки зрения увеличения объемов ламазодобычи, с точки зрения повышения нашей эффективности, рентабельности, прироста акционерного капитала и так далее. Поэтому для нас это развитие бизнеса, наверное. Но если бизнес наш развивается, в целом и владельцы компании, и работники получают от этого неиспоримые и понятные дивиденды. Итоговое решение о более тесных взаимоотношениях Анголы и Алроса будет принимать правительство этой страны. Но, как сказали сами гости, они не сомневаются, что после их отчетов и рекомендаций соглашение о сотрудничестве между Геологическим институтом Анголы, государственная компания «Индиама» и «Алроса» будет подписана. Роман Муконин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».